Да, мы подошли к такому монументу, который сейчас особенно актуален, к сожалению Может быть город не самый красивый, далеко не самый красивый Строится семимильными шагами, зависит еще от вашей физической формы Ну это безусловно, да Есть транспорт, который ходит в шаббат В этом году в связи с ситуацией в стране не было нового года Вице-мэр у нас тоже русскоязычный Тенденция Мне есть с чем сравнивать, потому что я очень много езжу по стране И называемся мы «Башня в долинке» К тому же вы можете найти работу, не зная эврита Жизнь идет, да, постоянно активно? Ну скучать не приходите Наверное, они больше всего нас ждали И больше не сильна в этом деле, поскольку у меня муж ходит по магазинам Молодец какой, а муж молодец Ну какая-то обязанность должна быть еще С голоду не помреться Точно От полутора совсем слабенькая квартира 1800 может быть маленькая квартира Не такой маленький город Мы еще до окраины не дошли Всем привет, канал «Из Москвы в Израиль» Сегодня мы в Мигдалямике И нам любезно согласились провести небольшую экскурсию И показать интересные места И рассказать немножко о самом городе Потому что мы сейчас запустили новую рубрику Когда жители города сами рассказывают Где они живут, что им нравится Другие какие-то факты, которые могут быть интересны нашим зрителям Мы рады вас приветствовать на нашем канале Здравствуйте Спасибо вам большое Представьтесь, пожалуйста Может быть немножко слов Меня зовут Елена Я сюда приехала не так давно Я живу здесь пять с половиной лет Почему выбрала Мигдаляемик? Потому что как бы изначально было решено север И здесь, наверное, из нескольких перебранных городов Мы связались не с министерством, а с отделом абсорбции И, наверное, они больше всего нас ждали Больше всего приглашали И много обещали И надо сказать, что эти обещания были не пустые слова В общем-то мы выбрали этот город О чем ни разу не пожалели Очень нравится здесь климат Нравится очень прежде всего отдел абсорбции Потому что ребята всегда в любой момент готовы прийти на помощь Если кто-то вдруг хочет приехать и размышляет куда Я считаю, что начинать надо с Мигдалемика Потому что такой помощи я просто вот так понаслышке Я не слышала, чтобы где-то еще так помогали Так помогают в Мигдалемике На самом деле мы немножко дополним По поводу отдела абсорбции мы слышим постоянно И вообще, почему мы приехали в Мигдалемик? Потому что мы от четырех-пяти человек, которые только участвовали в наших съемках Не говоря уже просто с кем мы знакомы или что-то Мы слышали об этом городе Но на свою беду мы его даже мимо не проезжали Или может быть приезжали и просто не знали об этом А по поводу отдела абсорбции тоже постоянно слышим Может быть мы с ними даже свяжемся как-нибудь Тоже пообщаемся, постоянно слышим только лесные отзывы То есть пять лет вы живете в Мигдалемике? Да, нет, все время в Мигдалемике Мне есть с чем сравнивать Потому что я очень много езжу по стране И много вижу Может быть город не самый красивый Далеко не самый красивый Но у него все впереди, есть программа Вот сейчас мы находимся в центре Здесь есть старые дома Вот которые я их называю на курьих лапках Которые на ножках эти дома И есть программа Это все будет сноситься и строиться новые Много очень новых районов, которые уже построились И люди там живут С замечательными квартирами С шикарными видами на Зрельскую долину Здесь, я думаю, что вот даже сейчас Если посмотреть туда вдаль Вы увидите Зрельскую долину И здесь чудный климат Потому что мы находимся на возвышенности И называемся мы башня в долинке Вот Если что, да Да, если что Поэтому Я очень советую тем, кто думает Куда, какой город выбрать Я очень-очень советую выбрать Мигдалемик Вы не в курсе, кстати, по количеству Я так понимаю, город небольшой Город небольшой, 30 с лишним тысяч 30 с лишним тысяч Два раза меньше, чем даже на Арие Хотя мы считаем, что мы тоже живем Город небольшой Очень многонациональный Очень колоритный город Здесь, наверное, я не знаю Есть репатрианты отовсюду Есть и религиозные И выходцы из Европы И выходцы из СНГ отовсюду Очень много С Кавказа Ну, в общем, русскоязычное население Практически одна семья Все друг друга знают Ну, представлено широко, да, получается Русскоязычность Здесь очень много, да Начиная с того, что вице-мэр У нас тоже русскоязычный Тенденция Окей Расскажите нам Что вы нам сегодня покажете Есть какой-то у нас Исторических мест Как таковых особо нет Потому что город не старый И строился он в основном Как бы здесь давали изначально Дешевые очень земли Если не бесплатно даже Я точно вам не могу сказать Для того, чтобы как-то населить это место Заселить, вернее Здесь очень большие промышленные районы То есть, если вы приедете сюда Не проблема найти работу Совсем не проблема Что немаловажно на севере Потому что Это немаловажно К тому же вы можете найти работу Не зная эврита То есть, это тоже не проблема Но я вас не призываю не учить эврит Эврит учить все равно надо Это немножко вот мигдалемики Кстати, расслабляет Один из недостатков Что здесь очень много Русскоязычного населения В том числе и много русских магазинов То есть, вполне можно обойтись Обходиться, да Да К сожалению, так Но не надо Но не надо обходиться Самые разные цены Зависит от размера От района От домов От полутора Совсем слабенькая квартира 1800, может быть, маленькая квартира И, наверное, до четырех До четырех Четыре с половиной Но это уже большая квартира В хорошем доме В хорошем доме Четырехкомнатная квартира В центре В новом доме Три с половиной тысячи Уровень цен примерно понятен Сейчас мы находимся, получается, в центре, да? Да, мы находимся В пешей доступности Мы с вами когда разговаривали Мы откроем немножко секрет Вы сказали, что Конечно, должна быть машина Это связано с чем? С тем, чтобы выехать из Мигдалемики Или внутри Мигдалемики Все-таки вот Локации более-менее рядом И можно себе позволить Без машины находиться В Мигдалемике Можно находиться без машины вполне Все в пешей доступности Но есть, конечно, такие отдаленные районы Где не мешала бы машина Все зависит еще от вашей физической формы Ну, это безусловно Без этого никуда Какое у нас уже следующее место? Я предлагаю пройтись к Танку А потом, может быть, мы проедемся по новому району Посмотрим, да? Посмотрим новый район То, что у нас построили И потом покажу кусочек природы Совсем маленький Окей, пойдемте к Танку Мы шли, я так понимаю, минуты 4-5 И куда мы пришли? Это скверик Памяти жертвам Холокоста Вот здесь постоянно проходит 9 мая Все время собираются митинги Городские Собираются жители города Уже их все меньше и меньше Которые как-то причастны А, причастны, да? Да, к этому Буквально вот недавно Этот скверик полностью обновили Перестроили, да Вообще в городе очень много делается Очень много сейчас перестраивается Ну, такое вот симпатичное место И даже вот Просто люди приходят сюда отдохнуть Посидеть А вообще, как с Такой общественной жизнью? Я имею в виду, проводятся какие-то мероприятия Не знаю, там, вот допустим, Пурим скоро, да? Какие-то для детей Обязательно Всегда проводятся и Пурим Вот Анюта нам подсказывает Потому что она собирала информацию Что отдел абсорбции также устраивает Какие-то мероприятия Вне, да? Города Или в городе И в городе устраиваются мероприятия Для детей Есть отдельно для пенсионеров мероприятия Для молодежи Обязательно устраиваются Каждый Ну, в этом году в связи С ситуацией в стране Не было Нового года Обычно собирается Наш отдел абсорбции Устраивает встречу Нового года Ну, не встречу А празднование Нового года Не именно в Новогоднюю ночь это делается Проходит это не в нашем городе Но организовывается Подвозка, автобусы Либо в Афуле Либо это делается в Нофаэмике Это все рядышком у нас здесь И экскурсии Изначально репатриантам Обязательно две экскурсии Устраивают бесплатные И есть еще Субсидированные экскурсии Это как, в принципе, много где Да, в любом городе Недорогие Также много очень энтузиастов В нашем городе Таких, как я И кроме меня еще есть Активные товарищи Которые устраивают Всевозможные экскурсии по стране И выезды на Мертвое море Кто-то вывозит В Хамейгаш, в СПА Ну, то есть Кому что нравится Постоянно То есть какая-то жизнь идет, да? Постоянно активно Ну, скучать не приходится Если ты хочешь Как бы Активничать То, пожалуйста На здоровье активничай Даже не имея машины То есть компанию Всегда здесь найдет человек Именно по интересам По вкусам Не проблема А вот вы сказали По поводу промзоны Это она прям рядышком Где-то находится? Нет, промзона Немножко в стороне В северной части В южной части Две промзоны И то есть там, в принципе Есть рабочие места То, что вот на первое время Человек может всегда устроиться Есть рабочие места Всегда есть подвозка Большинство заводов Делают подвозку отсюда Хотя это рядом От дома, то есть есть? Да, да Ну, просто это важно Потому что даже Когда мы еще ехали Нам говорили, что на севере Да, дешевле квартира И дешевле там какая-то жизнь Может быть даже Но, соответственно Проблема с работой Из-за того, что мало Смотрите Я не знаю В силу того, что я девушка взрослая И мне как бы Это мало интересует Но, наверное Наверное Здесь менее оплачиваемая работа Наверное Нет, она может быть Проблема, что ее нет Вот в чем Есть Есть работа С голоду не помрется Точно А подскажите, пожалуйста По поводу Я не знаю Если вы в курсе По поводу школ Какой-то в пешей доступ Сколько их вообще в городе? Ой, школ очень много Школы всевозможные есть И есть платные Есть бесплатные Школы То же самое Садики есть Частные Государственные Но Вообще не проблема В каждом районе Мне кажется Есть То есть в этом плане? То есть Ну там Какой-то Ну Месяц Есть какая-то плата За вот эту подвозку По поводу бесплатного Честно говоря Не знаю Много кружков Очень, кстати Для детей Очень много Есть Центр музыки Здесь Много Им занимаются Есть театр Есть танцы Спорт Что хотите Окей Идем на следующую локацию Да Мы подошли к такому Монументу Который сейчас Особенно актуален К сожалению В нашей стране К сожалению Да Мы сейчас С вами разговаривали Может Можете поделиться О том Что знаете Какими-то районами Именно В Магдалемике Где стоит Посмотреть Присмотреться Где Например Может быть Вы знаете Что 100% Лучше не надо Вот Или какие-то Другие Ваши познания В этой области Ну Что касается Если вы хотите Жить в центре Чтобы у вас было Все в пешей доступности Совсем уже близко То вам нужно Поселиться Именно здесь Здесь К сожалению Новых домов Практически нет Но есть неплохие Старые дома Можете найти квартиру Есть вот этот Вот перед вами Один единственный В центре дом Новый Вот А все остальные Новые дома К сожалению Немножечко подальше От центра Находятся Но мы туда съездим Сейчас Мы обязательно Туда подъедем Они очень симпатичные Есть уже Обжитой район Который зеленый А есть районы Не обжитые Еще пока Но они будут Красивыми Дома там очень хорошие Замечательные квартиры Но основная инфраструктура В центре Основная инфраструктура В центре Не считая Допустим Министерство Это отдел абсорбции Министерство абсорбции Немножечко в стороне Но это тоже недалеко Это тоже в пешей доступности Упадхалим Макаби Сейчас построили новый Он на окраине У нас Есть отделы Здесь в центре Есть врачи Вот у нас здесь Каньон Перис Центр есть Такой торговый центр Там с одеждой Со всеми тоже Конечно Кроме того У нас на выезде Строится БИК Сейчас Причем Строится Семимильными шагами Вот мне кажется Завтра Не завтра Послезавтра Его откроют Вот Так что Здесь проблем нет С покупками И с продуктами Мы сейчас С первой очереди Интересует вопрос Почему я спрашиваю Потому что Именно вот Если человек приехал Он без автомобиля И понятно Он не поедет Там в Хайфу Или куда-то Или там На Центр Покупать вещи Да Им тяжело Все необходимое Он здесь сможет купить Пойдемте Посмотрим каньон Пришли К торговому центру А дошли Торговый центр У нас остался В стороне Ага А я не могла Не показать вам Эту площадку Это не самая Большая площадка В нашем городе Есть еще Гораздо больше Но она не в центре Если говорить о центре То это самая Большая площадка Есть намного больше И там интереснее Эти горки Более такие Замысловатые Поскольку я с внуками Гуляю Немножко знаю Что нравится Ну тоже в пешей доступности От центра Или как Нет Далековато Ближе к выезду Из города А Ближе к новым районам Откуда вы заехали Со стороны Хайф Ну так я смотрю Вот шел здесь Такие многовековые Оливы Стоят То есть они обыграли Вот это Оставили оливы Я смотрю И сделали площадку Ну оливы же Вообще нельзя уничтожать Если вы знаете Да Мы слышали Что их даже выкапывают А трассы строят Или что-то И перевозят В какие-то другие места Есть одно место Потом расскажу вам Да Очень интересное Со старыми оливами А там получается Торговый центр Да А там торговый центр Да А вот кстати Вот интересный вопрос Есть ли что-то Что работает В шаббат Я имею в виду Вообще Да Вообще И продуктовые Или продуктовые Какие-то Продуктовые Даже не кошерные Магазины Закрыты Открываются Только вечером В шаббат Совшаббат То есть шаббат В Нариеве есть Но Но Есть транспорт Который ходит В шаббат Есть автобусы Междугородние Которые Это арабская Компания Они Буквально Не перестают ходить То есть В Нацирет В Хайф А То есть даже Между городами Между городами То есть вы всегда Внутри Внутри них нету Но вот это Вот доехать До Хайфа И до Нацирета Но Фагалиль Пожалуйста Не проблема Даже Даже в шаббат В Нариеве Ну я не знаю Может там Закидает камнями Но в Нариеве Нету ничего В шаббат Куда ты можешь Из города Вообще Нет-нет-нет Здесь Здесь все время Вот это вот Курсирует Поэтому Не проблема То есть Хайфское направление Все А кстати Вот Что самое ближайшее Из таких крупных городов К Амигдалимик Какой город Наверное На Фула Самое ближайшее Если говорить о крупных А если говорить о том Чтобы если хочется Куда-то поехать Потусить Допустим Кафешка Ресторанчик Буквально 11 или 13 километров Роматы Шай И там очень много Всяких 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 Заведений То есть Это Довольно-таки Приличный Причем А транспорт Ну а с обычными Да То есть Равкаф Вот В этой системе Ну конечно То есть это не что-то Частное Нет-нет-нет Обычный транспорт С теми же Просто которая работает В Шаббат Да Окей Здорово Это вот кстати Плюс получается Потому что Да Это очень здорово В Шаббат Если еще кто-нибудь Живет в Израиле То понятно Что ему тяжело Когда ты привыкаешь Что в выходные У тебя активная жизнь Все делятся на разные Кто-то любит отдохнуть А кто-то любит наоборот Как бы душой Да Уже отдохнуть То здесь тяжеловато Если ты без машины И не можешь никуда добраться А вот эти вот моменты Передвижения И возможности Попасть в крупные города Это тоже здорово Совсем забыла Кстати есть Супермаркет Не маленький На заправке На выезде из города Это в промзоне Как раз Находится Которая работает Шаббат Не коферный магазин Мы вспомнили Что есть Мы вышли к этому Так что не переживайте Если вдруг что Но иногда тоже важно Иногда в субботу Если вдруг вы не позаботились Да О себе О себе То ты можешь куда-то доехать Да Это здорово Или вдруг гости Нагрянули нежданные Есть где отовариться Так Идем дальше тогда Мы дошли до торгового центра И до новой Ирии Которую тоже тоже строят Да Это все еще центр Это прям центр Да У нас не такой маленький город Мы еще до окраины не дошли Там три этажа Есть большой супермаркет Шуферсаль А шуфер ага Да Аптека Есть медицинские центры Макаби Макаби Клолит Банк мы прошли Вот банк Дисконт банк Капу Алим Это из тех что я знаю Из сетевых у нас русский Елисеевский А Елисеевский Есть интересный Такой же как Ваку Я ни разу не была Я знаю что есть Росман Есть вот Что я сказала Кэшет И есть еще Мы сейчас узнали Мадейнмания Как это так называется То есть вот это Вот именно сетевые Русские магазины А Елисеевский Я знала Я думала что он только один И только Вака Есть еще Сеть не кошерных Тифтам Это очень большая сеть Да У нас таких нету Я не знаю Даже такие Интересные То есть там тоже можно купить Продукцию Которую мы привыкли Там Интересно Я не знала что такие Есть у нас Потому что Тифтам очень крупная сеть Кстати Здесь в сторону Афула Когда выезжаешь Недалеко есть Тифтам Это мы приехали К парку Да? Парк Рабина Парк Рабина Это как просто погулять Что там? Здесь есть детская площадка Здесь есть тропы Такие Облагороженные И есть просто такие Вот прям лесные тропы Мы были в Ака И там прям есть специальное дерево Так называется дерево Соска Или как-то так В общем маленькие дети Приходят к этому дереву И вешают на него соску И таким образом отказываются от соски А, прощаются с соской Здорово Вот Я сейчас увидела эту рекламу Я не успела прочесть Что там написано Но я так понимаю Что здесь тоже есть такое же дерево То есть это прям Достопримечательность Ака Вот это вот дерево И там сосок Мы решили вот на этом Красивом Парке Закончить нашу экскурсию Спасибо вам большое Что показали нам город Я думаю, что Тем, кто будет смотреть Это будет очень полезно Действительно Мое впечатление Что Когда мы были в центре Я немножко буду говорить Чуть напрягся Потому что Ну я вам сейчас не скажу Я когда и в Нари Когда мы только приехали Мы сели в центре И немножко так были Вшокированы Потому что Вот Ну непривычно Вот эти старые дома Нам тяжело к этому привыкать В какой-то степени Но сейчас мы поехали По новым районам Вот Которые вы нам показали Как он кстати еще раз называется На Хольцви На Хольцви Да Что если вы будете искать квартиры Смотрите Вот по названию Да очень приятный район Вот этот парк Замечательный Опять вот Мы уже выехали Открываются действительно Вот эти прекрасные виды Да Долины И все это Сосны Я вот очень люблю сосны Нам На побережье не хватает Немножко сосен Когда мы приезжаем В горы На севере Нам сосны очень нравятся Мы вот любим там тоже погулять По всему остальному Поэтому спасибо вам большое За такую прекрасную экскурсию Пожалуйста Я рада Если она полезна кому-то окажется Мы не все успели посмотреть Конечно У нас здесь приятных мест еще много Особенно что касается природы И видов на Зрельскую долину Когда вы поселитесь в нашем городе Мы проведем еще одну экскурсию Только уже для тех Кто живет в Мигдалейне Да И может быть Если мы получим большое количество отзывов По поводу Мигдалейна Может быть И постараемся с отделом абсорбции Связаться И попробуем Может быть Вокруг тоже поездить Посмотреть какие-то природные места Очень рекомендую связаться С отделом абсорбции Правда Это будет очень полезно Да Но я думаю Что это тоже не проблема И им будет интересно И нам будет интересно Мы с вами прощаемся Канал из Москвы и Израиль Подписывайтесь Лайкайте Комментируйте А вам спасибо большое Пожалуйста Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok